Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сёння наведал Талачинские и Аршанские районы. Кировник Урада ознайомился с работой некольких предприемств у Аршанского инструментального завода и льнокомбината. Акцентовал увагу на освоение вытворчасти новых видов продукции у тем лекой экскаваторной техники у открытым акционерном товаристве «Амкадор КЭС» у Коханове. Наш корреспондент Виктор Пралич побывал у промысловым туры. Знайомство с вытворчим потенциалом Витебщины премьер-министр краины Андрей Кобяков начался с Кохановского экскаваторного завода. Предприемство занимается сборкой и выпуском косилок и экскаваторов. Капитал предприемства 50 на 50 с китайскими партнерами. В худшем часе завод поставит на поток выпуск самой запотребованной машины «Амкадор Сеномаш». Сборка экспериментальных узоров уже прошла. Проходят испытания и в дальнейшем планируется проводить локализацию на территории Республики Беларусь. И уже данные машины, они массой 22-25 тонн, соответственно, объем ковша 1,1,2 куба. Это более машины предназначены для дорожного строительства, для строительства объектов. Ознаемился керовник Урада и со станом справа на Оршанском льнокомбинате. Зараз тут завершается другой этап модернизации. Одновление в творчестве дозволило не только полепшить якость выпускаемой продукции, а и поширить горизонты сбыту. В прошлом году мы открыли представительство в Сербии. Своё торговое направлено на развитие как оптовой, так и розничной продажи. То есть мы строим сеть розничных магазинов, реализуем продукцию. То есть традиционно славянские народности понимают толк в льне. Этот продукт востребован, мы видим интерес к продукции, поэтому на направлении это будем развивать тоже дополнительно. У теперешний час завершаются будовничные монтажные работы на другой фабрице, где поставка и монтаж обсталевания на сумму каля 35 миллионов долларов. Это позволит одновить могутности и забеспечить их оптимальную загрузку. Одинное, что я кажусь псуе, справа, як и с самой Ильнотрасты. Это означает керовник Урада. Вы решено, что до 2018 года будет створена вертикально интегрованная структура у льняной галенья краины. Вопросы качества льна. Конечно, более глубокие вопросы качества лежат в непосредственном производстве сырья, в соблюдении всех необходимых технологических переходов, в своевременном их соблюдении, еще при выращивании льна. Ну и немаловажным является отношение между производителем сырья и переработчиком этого сырья. Решение этих вопросов заключается в создании вертикально интегрированных структур, которые будут задиресованы в конечном продукте, в работе на конечный результат. Створение холдингу дозволит отысти от лишних процедур, працующих в четырех основных накерунках – вырождывание, перепроцовка, вытворчность и реализация готовой продукции. В ближайший час это питание будет разгляджено на посаджении президиума Совета Министров, якое плануется провести у Орши. Виктор Пралич и Олег Черняк – Новины Орша.